Прожить в браке 50 и более лет непростая задача, но пары, которых чествовали на этой неделе в Видновском ЗАГСе, справились с ней. Преодолев тяжелые времена, в нашей стране они смогли полюбить, создать семьи, вырасти детей и спустя столько лет не перестают радовать друг друга. Администрация Ленинского района поздравила юбиляров и организовала торжественную роспись для них. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. На протяжении многих лет традиционно в октябре во дворце бракосочетаний города Видное чествуют супружеские пары, прожившие в браке 50 и более лет. В акта гражданского состояния они вновь, как много лет назад, ставят свои подписи. Для них выступают артисты и дарятся памятные подарки. Как надо сохранять любовь, уважение, семью, как надо найти общий язык друг с другом так, чтобы вырастить детей, растить внуков в нормальной, полной семье. В основном вот такие вот семейные пары, которые вместе прожили много лет, они и патриоты своей малой родины, района, своего государства. Это люди с активной гражданской позицией, люди, умудренные жизненным опытом. Поэтому они сохранили друг друга для себя, для семьи, для детей, для общества. Вот и в минувший четверг администрация Ленинского района в очередной раз пригласила юбиляров в ЗАГС, чтобы поздравить их с годовщиной. Для этих пожилых людей большая радость, что о них не забывают и с искренним интересом относятся к их семьям. Мы очень благодарим нашу администрацию, очень даже за это, за поздравления. Очень приятно, вот, очень благодарим. Мы думаем, что нас забыли, уже мы в июле, у нас было 50 лет, а вот видите, был звонок и нас пригласили. Мы очень рады. Так какой главный секрет счастливой семейной жизни? Об этом уже написан не один десяток книг и снято много фильмов. Но люди, прожившие в браке полсотни лет, говорят, что главным было и остается искреннее чувство любви друг к другу. Жить друг к другу, уважать и быть сносными. Где-то друг к другу делать скидку. Ну, без скандала не бывает. Ну, это в семье все бывает. Это обязательно. А супруги Любовь и Виктор считают, что их союзу помог совместный труд во благо семьи. Главное у нас всегда был и есть труд. А когда в труде, все складывается. Молодые пары, которые решили создать семью, должны серьезнее относиться к этому делу. Ведь неправильно жениться с мыслью, что всегда можно развестись. И радуется душа, когда видишь юбиляров, сумевших, несмотря на все невзгоды и тяжелые времена, сохранить счастье. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ.